Как приобрести итальянскую мебель в 10 раз дешевле и обустроить свой дом выгодно и быстро? Компания Pride более 16 лет занимается организацией мебельных туров в Китай, где представлена не только качественная мебель, но и огромный выбор строительных, отделочных материалов, сантехники и текстиля. Благодаря сервису от компании Pride вы можете приобрести все необходимые товары для вашего дома в соответствии с индивидуальными пожеланиями и бюджетом. Подписывайтесь на наш канал, где мы рассказываем о мебели и других товарах из Китая. Большой отрезок Великого Шелкового Пути проходил через территорию современного Узбекистана. Ташкент, Терганская долина, Самарканд, Бухара и Хива. И сегодня в этом выпуске мы посмотрим с вами два города. Самарканд и Бухару. Ну а наш путь в Самарканд начинается с раннего утра в Ташкенте на железнодорожном вокзале. И поедем мы на скоростном поезде. Какой красивый большой поезд. Как он называется? Это называется Афросиап. И ехать нам 300 километров и путь займет 2 часа 25 минут. То есть достаточно быстро поедем, почти как в Китае. Быстрый обзор нашего вагона. Пока никого нет. Значит, смотрите, 2-2. Идут ряды. Есть полки. Хорошие полки для рюкзаков. Есть там для чемоданов. Мы специально покупали себе место, чтобы вот здесь вот было просторно. Мы на самом деле думали, что здесь будет стол. Но его нет. Ну ничего. И так классно, да? Комфортно, классно. Вообще. Можно ноги вытянуть. Супер. Но на этот поезд билеты надо покупать заранее, желательно за неделю. За неделю даже не было билетов на нормальное время. То есть там на 9, на 10 утра мы покупали вот на 7.45. Были только билеты, представляете? Так что учтите этот момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два с половиной часа пролетели быстро и комфортно. И стоит билет на одного человека 19 с половиной долларов. Но мы покупали на официальном сайте. Я знаю, что много других сайтов, там, русскоязычных. И там уже билеты будут стоить дороже. Поэтому если вы хотите официальную цену, то покупайте на официальном сайте железнодорожного вокзала Узбекистана. Если в Ташкенте мы путешествовали самостоятельно, то в Самарканте-Бухару мы приехали и будем путешествовать с гидом. Вот нас уже, кстати, встречают. Смотрите. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как добрались? Меня Катерина зовут. Отлично. Очень рада вас видеть. Вообще приветствовать в вашем солнечном и не только солнечном древнем Самарканде. Добро пожаловать. Пройдемте машину. Ну, номер в Самарканде у нас хороший, мне нравится. У нас сейчас есть буквально несколько минут, чтобы привести себя в порядок с дороги. Даже можно помыться, переодеться, перепаковаться и отправляться сразу же изучать Самаркан. На ближайшие два дня мы можем расслабиться, потому что у нас тур, за нас все уже организовано. И наш гид Екатерина не только будет рассказывать нам про Самарканд, но также все билеты, входные. Вот это вот вы можем не беспокоиться, а просто ходить, наслаждаться, слушать, впитывать интересные истории. И не только историческую какую-то справку, но и про жизнь людей, про современные традиции, как сейчас живется в Узбекистане и конкретно в Самарканде. Долго и кропотливо погружать вас в историю Самарканда не хочется. На это уйдет не один час эфирного времени. Всю эту подробную информацию вам расскажет гид Екатерина, если вы поедете по нашим стопам. Но что нужно обязательно знать про Самарканд? Это один из самых древнейших городов в мире, центральная точка Великого Шелкового Пути между Китаем и Европой. Будучи ровесником древних Афин и Рима, Самарканд имеет тысячелетнюю историю. Для начала мы приехали в мавзолей Гур-Эмир, гробницу самого Амир Тимура и его потомков. Он был одним из самых великих правителей того времени. Сталактиты здесь поддерживают верхнюю часть конструкции этого здания. За счет сталактит, это, как можно сказать, даже свод для арочек. За счет этих сталактит арка не меняет свою форму, не деформируется. А вот здесь очень интересно обратить внимание балка. Как вы думаете, что это такое? Не знаю, нет предположения у меня, если честно. Это был от 14 века. Эту балку, эту балку, дерево карагач, можно менять. Она впитывает влагу внутренних частей стен. Стен, да, снаружи, получается, вот эта вот часть балки, она как бы изнутри вытягивает влагу, снаружи она испаряется. Амир Тимур сделал Самарканд столицей своей империи, завоевав множество земель, включавших в себя территории современного Ирана, Кавказа, Месопотамии, Афганистана, большую часть Средней Азии, а также части Пакистана и Сирии. Мы же знаем Амир Тимура больше как Тамерлана, но местные не сильно любят это имя. И вот почему. Тамерлан, если сказать правильно, то Тимирлэнг, само имя Тимур обозначает железо. Окончание Аленг – хромец, железный хромец. Так его называли враги за его спиной. Если бы он об этом знал, он бы точно ему трубил голову. Но так его прозвали, и для него это было оскорбительным выражением. На самом деле его звали Амир Тимур ибн Тарагай ибн Барлас, сын Тарагая из рода Барлас. Величал он себя сам, султан, тень Аллаха на земле. Не Тамерлан, не Тимирлэнг. Вот так, царственно, султан, тень Аллаха на земле. И стремился завоевать весь мир. Но действительно он считается самым удачливым правителем после Александра Македонского и Чингисхана. Как дорогие гости, мы с вами находимся на площади Регистан, которая является визитной карточкой всего Узбекистана. Если мы говорим, что Самарканд – это сердце Узбекистана, то вот это именно сердце самого Самарканда. То есть при увеличении этот центр Самарканда, площадь величественная, которая называется Регистан, что в переводе на русский язык – место, покрытое песком. Есть две версии, почему эта площадь называется так. Одна из версий гласит о том, что изначально эта территория была песчаной, основа была песчаной. А во второй версии, что, кстати говоря, Верещагин написал очень интересную картину, чуть позже покажу, здесь на этой площади проводили казнь. То есть здесь не только пересекался шелковый путь, а он здесь действительно пересекался, не только была торговая точка, но и казнили здесь людей. И после каждой отрубленной головы засыпали песок, чтобы спрятать кровь. Вот по этой причине эту площадь назвали Регистан – место, покрытое песком. Но в 15 веке здесь появляется первая величественная постройка с левой стороны – мадресе Уллукбека, первое научное мадресе в Самарканде, куда стремились все студенты с разных городов приехать, поступить, потому что здесь проводили экзамен также, и получить высшее образование, которому давали 15 лет своей жизни. С правой стороны – мадресе Шердор, что в переводе на русский язык – «обитель тигров». Обратите внимание на изображение сверху этого мадресе, тигр, лань, солнце – это символ школы религиозной. Но вы сказали, что нельзя изображать… Да, нельзя изображать лица в исламе, собственно, но можно изображать мифические, которые не существуют. И здесь, собственно, да. Но с другой стороны, тигр вообще символизирует власть, могущество, силу. Так же, как и у Тимура изображение было «Три кольца», здесь же тоже правитель самаркандский Ялан-Гуташ Бахадур, собственно, подчеркнул свое величие, могущество через это изображение. А почему нельзя в исламе изображать свое лицо? Потому что считается, что если ты изображаешь лицо, то ты изображаешь идола, то есть ты поклоняешься не Всевышнему, а тому, кого изобразил. Самарканд у нас считается самым традиционным городом в Азбекистане. Особенно внимание уделяет свадебным традициям. У нас до сих пор свадьба играет по договоренности родителей. Мама, как правило, для своего сына выбирает невестку сама. Предлагает ему, то есть после того, как она выбрала, оповещает сына о том, что есть достойный вариант к жены для него. И он, как правило, соглашается. Дают сейчас, конечно же, возможность знакомиться будущим молодоженам. Дают неделю, две недели, может быть, месяц. И они вот встречаются, видятся. Сейчас очень популярно стало в Телеграме. Они делают канал, создают такую группу, так скажем, где присутствуют все родственники, братья, сёстры, папа, мама. Все сидят в этой группе и фильтруют общение молодожен, о чём они общаются. Это очень популярно, да. И да, вот по окончанию вот этого самого строка, когда молодожен ознакомятся между собой, спрашивают у них, как тебе девушка понравилась, не понравилась у мужчины, женишься ли ты на ней. Он говорит да. И у девушки то же самое. Сейчас уже учитывают, спрашивают. Но бывают исключения. Если в семье много девочек, их, естественно, нужно всех отдать замуж достойно. Если мама и папа со стороны девушки видят, что это хороший вариант для неё, то они, естественно, и, скорее всего, отдадут её замуж за него. Может быть, она даже и будет не рада. Как, по всей видимости, вот эта девушка, она не очень рада, и, по всей видимости, здесь брак традиционный. Но, возможно, в дальнейшем у них зародится любовь. Возможно. Ведь всё возможно, да. Но хочу сказать и подчеркнуть даже, что разводов у нас немного. Немного разводов. Разводится крайне редко, и девушка должна быть настолько смелой, чтобы, скажем, с детьми, это, как правило, двое, трое, четверо детей. Да, детей много. Семьи многодетные. Да, 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 дети многодетные. Семьи многодетные. Поэтому население Самарканда, Самарканда значительно выросло. В позапрошлом году 560 тысяч населения Самарканда составлял на сегодняшний день уже миллион. Представляете, такой резкий скачок. Женя от парня по традициям, понимаете, возможно, он её не любит. Не любит. Но по традициям, потому что она будет жить с родителями, это так надо. Да. А там на стороне он может полюбить кого-то, его для души, понимаете, для сердца быть с ней. Естественно, они, если это, скажем, ну, так назовём второй брак, да, то там делают не как, венчание. Венчание. То есть, поэтому она считается его второй женой только перед Богом. Но удивительный момент, что у христиан, например, не развенчивают. Да. А у мусульман развенчивают. Он может три раза сказать толок, толок, толок. Развёлся, развёлся, развёлся. Поэтому в его жизни на счету может быть много женщин для души. Да, на самом деле, часто можно встретить такое. И проблема в том, что, кстати говоря, государство с этим борется. За любовницей сейчас наказывают, а за это даже есть статья. А в древние времена женщины вот почему просили для себя очень много золота, драгоценностей просили. Потому что в любой момент мужчина мог огорчиться, чем-то она бы могла разочаровать, и он мог три раза произнести слово толок. Для неё это было страшно услышать. И она должна была покинуть сей же секунду до мужа и заберёт только то, что есть на ней. Собственно, сейчас то же самое всё так и происходит. Женщины просят в дар машину, квартиру, всё это, естественно, оформлять на них. В случае чего, чтобы у неё была какая-то подкова. Ну, правильно, конечно. Лучшее приданное для девушки образование. Образование, высшее образование. Потому что кто его знает, что может случиться завтра. А у девушки есть образование, она сможет содержать себя, своих детей. Сложно вообще получить развод? Да, сложно. Сложно, сложно в том плане, что государство борется за семью и вам даёт возможность сохранить семью. Особенно, если есть дети. Сначала он даёт три месяца, потом полгода, потом ещё год для обдумывания. То есть в течение года вот только происходит развод. Борются за семью. Даже если ты приходишь и говоришь, что я не хочу, всё равно с тобой будут работать, психологи, разговаривать, выяснять проблему. И только после того, как поймут, что действительно брак не сохранить, вас разводят. В современное время множество медресе отданы под туристические магазины. И если вы спросите, что можно интересного привезти из поездки по Узбекистану, то это керамика. Вот эта керамика у нас вот самая красивая и самая древнейшая керамика Узбекистана. Технологию, как начал делать вот эти керамики, 250-300 лет тому назад наши прадеды придумали. До сих пор мы делаем тоже технологии. Технология вообще не изменена. Смотрите, как мы это делаем. Обжигаем эти керамики три раза. Смотрите, первый раз вот сама глина. Красную глину уберём из самой земли, влипим в рушную и обжигаем в печку за 700 градусов. После этого берём из печки красную глину покрываем ангобом. Ангоб это белая глина, белая грунтовка. Грунтуем и второй раз уже за 750 градусов. А третий раз берём на белом лотовом фоне рисуем узоры. Узоры рисуем в рушную кисточкой, потом глазурь покрываем и третий раз уже до 930-950 градусов. Вот поэтому, дорогие мои, слушайте. Видите, как хрустал звенят на льме, но это красная глина. Один узор в втором никогда не повторяется, почему мастер только один раз рисует один узор. Рисуем, ставим всё клеймо и на нём не смотрим. Другую берём нерисованную и другую начнем рисовать. Это всё из головы рисуется. Эта керамика, уважаем гости, не только декоративная, спокойно можно использовать дома, можно микроволновку, посудомойку, ничего не случится. Вот самая красивая, лёгкая и очень крепкая керамка. Потрогайте так и не каждый в месте увидите. Качество керамики, как можно определить? Смотрите, есть, например, вот такие керамики, это за 800 градусов хуже делается. Это быстрее делается, они дешево, базарей такие очень много, но, слушайте, видите, глухо. Почему? Потому что весь процесс он ещё не прошёл. Вот когда будете использовать, со временем вот так раскалывается. Почему? Подержите минуточку. Из точно такой же глины тоже. Я делаю, например, свою авторскую керамику. Просто я уже делаю до 250 градусов. Ещё не один день, не один день, а три дня. У нас процесс много время занимает, но, слушайте. Разница чувствуется. Теперь переверните, красавица. Смотрите, у нас ещё вот таки пить, но вот эта вещь нет. Почему? Потому что у нас основной идёт здесь на экспорт туризму. Вот поэтому стараемся аккуратно, чётко, сами вещи сорт керамику делать. Теперь вот поднимите мою работу. Видите, лёгко. Почему? Потому что тонко делаем глину, а тонко делает глину, не, на ладони вот так. Теперь позвените. Это скучно, может играть. Тонко делает глину, самая сложная работа. Путешествие особенно, самостоятельное, это нелёгкая поездка за город. Оно требует тщательной подготовки и планирования. Поэтому многие люди перекладывают эту ответственность на туроператоров, а их на рынке сотни, если не тысячи. Всё, забудьте о беготне по всему городу и посещении десятков офисов туроператоров. Слетать.ру спешит к вам на помощь. Слетать.ру это поиск, сравнение и продажа туров по всем туроператорам. 466 миллионов туров от сотни туроператоров под любой запрос. Вы точно найдёте себе что-то по душе и карману. Подбор и покупка туров происходит онлайн, как в интернет-магазине, либо в сети турагент во всей России. Вы можете выбрать путёвку в любую страну мира, путешествие на море, авторский или экскурсионный тур по всей России, забронировать отель и выгодно приобрести билеты по лучшей цене. А какой удобный поиск? Можно решать, какой у вас будет пляж, нужен ли вам паркинг при отеле и на какой линии находится отель и многое другое. Ну а если что-то пойдёт не так, не придётся решать ничего самим. Всегда можно обратиться к менеджерам Слетать.ру, они будут на связи 24 на 7. Если вы планируете полететь куда-то на отдых, то у меня для вас есть промокод TRAVEL24 на скидку 3000 рублей. Посмотреть условия его применения и забронировать тур можно по ссылке в описании. Ну и, конечно, какой Узбекистан без традиционных нарядов и головных уборов. Ещё раз по всему комплексу, только перед вашими глазами имеется ровно 400 Тибетей из различных частей Востока, то есть разные регионы, разные национальности, разные традиции. В данный момент у каждого из нас имеется свой паспорт, то есть возраст, нация, женат, замужем, иметь детей и так далее. То есть автобиограф человека. А раньше именно по Тибетейкам можно было узнать полностью автобиограф человека. Как и каким образом? Я вам сейчас объясню. Обыкновенная узбекская мужская Тибетейка, которую на Востоке многие кто носит, а Марканзин тоже самое. Такой орнамент был первый раз запечатлен в истории 1963 года, а первый раз было вышито в 1930 году. А до этого у нас были перцовые Тибетейки, как у нас называется классическая долинская Тибетейка. Если в открытом виде посмотреть на этот шедевр, это означает то, что в этом мире имеется ровно четыре величайших книг, которые были спушены с небес, они были рукописанцем, то есть у нас Таврут, Инджиль, Заборий, Куран, Торо, Евангелие, Библия и Коран. И каким пророком он был первым в Астану? Моисею, Давиду, Иисусу, пророку, Мухаммаду, алейку вассаламу. Вокруг имеется ровно 16 куполов. На каждой карте по четыре купола. У каждого человека имеется четыре этапа жизни, рождение, детство, юность и старость. Если посмотреть один купол, это как бы могила. Если перевернуть вверх ногами, это как бы калибель. Если посмотреть сбоку, это живот в прекрасном поле, когда на свой плод носит ровно 9 месяцев. Если просто взять тибетейку, складывать, это как арка. Арка это ворота рая. У рая имеется 8 ворот. Они все по форме как арка. Если раскрыть, это купол. Купол знак неба. Небо одном и все по одному небу. И конечно же перчик, знак оберега. И плюс это эмбрионы. Капелька воды и капелька крови, то есть жизни и смерти. А символ бесконечный это продолжение зачатия, потому что у каждого мужского пола должно быть очень много детей, чтобы продолжился его род. То же самое орнамент показатель вот таким образом это именно 4-месячный эмбрион. Как в Коране, в Библии имеется такая мудрая срока, когда плод исполняется ровно 4 месяца, Аллах нарушает ему душу, определяется пол девочка или мальчик. Именно 4-месячный ясно слышно сердцебиение. Именно 4-месячный и каждое движение более-менее заметно. Официально время обеда у нас с 12. 12 часов. Так интересно. Завтракают, обедают, полдник, еще и ужин. Еще и поздний ужин может быть. Но мы все, как видите, ходим кистреньки. Так вот, потому что активный образ жизни. Очень активный. Просыпаемся в 5 утра, двор метем, завтрак готовим, себя в порядок приводим, на работу бежим, с работы прибегаем, дети, хозяйство, пока уложишь это все. Это вот так вот, да. Мы где-то часа в 11-12 ложимся спать и просыпаемся в 5. Так вот, плов у нас готов к 12 дня и самаркандский плов рис он аль денте. Вот ложкой поддеваешь его, он сыпется, как крупинки дождя. Плов также готовят на самаркандском масле, называется зыгар на местном. Там, значит, в состав масла входит лен, кунжут, дыны семечки, хлопковые семечки, все это холодного отжима, оно черное, поэтому оттенок у нашего самаркандского плова, он темный. Более того, наш самаркандский плов, он слоеный. Рис, морковь, мясо. Соответственно, если вы придете в заведение, вот так еще проверяем, заведение хорошее или нет, вкусный плов или нет. Если мы приходим после двух в заведение, где есть еще плов, полный казан, то значит, он однозначно был невкусным, потому что его не съели в двух. Если даже, скажем, остался немножечко плова на нас, то это обязательно остатки будут, они будут очень жирными и плов повторно будут подогревать, чтобы вам подать его горячим. Соответственно, рис будет разбухать и это уже получится не самаркандский плов, а каша. Описание самаркандского плова вы только что услышали, настало время продегустировать его вкусовые качества. Самаркандский плов, как правило, едят вместе с традиционным салатом, который называется ачучук, и кисломолочным холодным супом, который называется чалоп. Это что-то похожее на нашу окрошку, холодный суп с овощами идет. Самаркандский плов, конечно, слоями я еще не пробовал. Здесь вообще все разложено отдельно, рис отдельно, овощи отдельно, мясо отдельно. И когда мы уже распробовали плов, сверху можно чалопом. Ну, ребята, вот это да, вот это самарканд. Я даже не знаю, за что схватиться еще. И лепешку принесли, и салат, и все вкусно. Ладно, давайте помидоры. Помидоры ароматные, вкусные. И это ташкентский салат, потому что он без огурцов. Здесь помидоры, свежая зелень, лук, и все. Все, вырубай, я хочу есть. Новое блюдо узбекской кухни. Я пробую салат под названием Регистан. Что у нас здесь? Свекла, по-моему, это рукола, сыр, кедровые орешки. Кстати, вот мы заметили, что в Узбекистане почти в любом салате можно увидеть огромную жвеню кедровых орехов. Мне кажется, что у нас они стоят каких-то космических денег, и у нас очень редко их куда-то добавляют. А здесь, пожалуйста, кедровый орех, и салат стоит 2 доллара. Учитывая, что я люблю свеклу, мне нравится этот салат. Дальше мы направляемся на фабрику настоящих узбекских ковров, и это также отличный подарок из древнего Самарканда. Меня зовут Фаридун, рост 1,82 м, 92 кг. Это короткая информация. Наша фабрика узбекские афганские совместные предприятия по имени Самарканд Бухара Шелковые Ковры. Бухара не означает, что именно город, Бухара раньше был как Эмират. 92-го года работаем, больше 400 человек работают в фабрике и производят шелковые ковры, черственные ковры, килими, сумаки, вышивки. Вышивка это, которую мы называем Сузана. Сузан означает иголка, а Сузане это вышито с иглой. Это шелк на шелк, но вышито с крючком, более мелкие работы. У каждого ковра в конце идет с подписям тоже Самаркан Силкарпет. Почему? На каждой зеле есть гарантия. Но есть люди, которые дома привыкли в обувь ходить. Мы им гарантии даем немножко, всего лишь лет 50. В коврах чем больше ходим, нитья полируется, ковер больше блестит, переливает с двух сторон. Вы площади в Регисане были? Были. Золотой купол помните? Да. Если этот снаружи, а вот этот уже с внутри. Кто не был внутри Телякари, когда смотрит на этот ковер, говорит, похож на хвост павлина. Голубой цвет тимурлана, цвет Самарканда. Честно говоря, я тоже люблю голубого ковра. Но, например, у меня дома ни одного нету. Почему? Потому что она любит бежевый цвет. Ну, как говорят, счастливая жена, счастливая семья. Из-за этого я привык смотреть голубей коври только на работе. Из-за этого в воскресенье я тоже на работе. Когда гости посещают нашу фабрику, мы предлагаем не покупать коври от нас. Почему? Мы учим, как оно делается. Сейчас пройдем в тиху, как раз у нас набор кадров не хватает. не только можете попробовать, даже можете остаться на учебу на 3 месяца. Ну, вот, Серега, остаюсь в Азбекистане на 3 месяца. Обучусь делать ковры. Откроем бизнес. Пожалуйста. Но у вас сегодня большой шанс есть. Потому что в воскресенье выходной станки свободны. Попробуй научиться большой шанс есть. Давайте попробуем. Большинство делается все традиционные центральные азиатские и кавказские узоры. А персидских узоров мы делаем на заказ, потому что очень много поделок на следующий день, которые продают как шел, как ручная работа. Попозже вам тоже научим, как отличать между ручной и машиной работой. У каждого станка на миллиметровке есть схема. Каждый квадратик идет как один узел. А основа ковра идет две линии. Это турецкий узел двойной. в многих странах делает одинарный узлов, они по времени быстрее делаются, но двойнее по качеству крепче. Я сейчас вам помедленнее покажу, как делать узелок, потому что, честно говорят, побестрее я сам не смогу. Очень легко делать узлов. Сначала мы берем заднюю основу. Один, два, три, потом возьмем переднюю основу с левой стороны. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и вот будем режеть. Десять шагов нужно, чтобы делать одного узла. Очень легко. И после этого потом режется процентов 50-60. С реженным можно использовать внутри наволочек, подушек. Смотрите, оно снаружи светлее, но внутри нити более насыщенное, темное. Заметили? Да, да. Из-за этого коври переливает. Свет ли, темный? Это никакой фокус, это по направлению ворса. Переливает цвет двух сторон. Сколько необходимо времени, чтобы сделать такой ковер? В среднем, если вот скажем, здесь двое-трое сидят. Когда на заказ троем работает, а для продажи двоем работает. Если скажем, две девчонки работают, этот размер метр восемьдесят на два с половиной делается в течение года, в среднем года. Вот я смотрю, девушка работает без орнамента. Потому что здесь рисунок геометрия. Оно повторяется, девушка уже запоминает. Несмотря на миллиметровку, девушка знает, где какой цвет нуждается. И вот он по размеру полтора на два метра ковер делается где-то около два года. И сколько стоит такой который делается два года? Зависит от количества узлов. Да, от до. В районе именно вот этот ковер выходит где-то около двадцать тысяч долларов. Шелковые коври из-за этого они дорогие, потому что у них процентов около шестьдесят это труд. Если попозже вам покажем щерстяные тоже, щерсть намного дешевле, потому что по временем быстрее делается. Толщина нитя толще. Вот количество узлов, плотность это зависит от количества узлов, а количество узлов зависит от толщины нити. Когда тонкие нити мелкий узел долго делается, а когда нитка толще, узел крупнее, по временем быстрее делается. Ковра основной труд, время, быстрее делается, намного дешевле обойдется. И вот шоу-рум я вам покажу, вот меньше узлов, больше узлов, это как фотоаппарат. Больше мегапикселей, меньше мегапикселей. Теперь сколько мне оттените вот этого ковра? Если этот стоит четыре тысячи долларов. 8 тысяч, а стоимость этого ковра 75 долларов. 75 долларов? Всего лишь китайские машинные работа. Теперь вам научим как отличать разницу. Оно например вам темное, сейчас переверну, смотрите, переливает. Стало светлее, верно? Но кто таких продает, чтобы людей интересовать, они так и говорят. Это шелк, шелк, из-за этого он переливает цвет. Это неверно. Даже попозже посмотрим, черственные ковры тоже переливают цвет, это по направлению ворца. Пощупать одинаково чувствуется. Это натуральный шелк, а это вискоза. Как можно узнать шелк или нет? Знаете? Нет. Только пожечь. Но никто не портит ковра, портит одну штуку основу. А кто делает подделку, они хитрые. Они режут вискозу и пришивают шелк в конце ковра. Даже вот когда сравним узлов сзади, мы здесь говорим 100 узлов на квадратном сантиметре, это на полтора-два раза мелче смотрится. Сравните вот. Но кто таких продает, чтобы людей интересовать, они так и говорят на квадратном сантиметре 200 узлов, 300 узлов. Почему? Больше количество узлов говорят, люди больше интересуют. Но на самом деле ни одного узла нет. Впереди и сзади отлично сделано как ручная работа. Теперь я вам сейчас расскажу как отличать. Наверху помним, чтобы сделать одного узелка нужно 10 шагов. Верно? Когда откроем между двух рядов, смотрите, здесь все в белом. Это основа видно, ни одного узла не видно. А когда сравним с ручной работе, здесь видно разного цвета узелочки желтый синий на основе торчит узелок, узла торчит ворс. А когда сравним любой машины работу, здесь все в белом. Ни одного узла нет. Даже можете сфоткать и увеличить. К сожалению, следующий день, где продают шелковые коври, там на Эмиратах, в Турции, в многих местах, в Узбексане тоже, если скажет шелковая ручная работа, 90% продают таких ковров, как шелк, как ручная работа. Из-за этого мы постараемся каждым гостям разницу показать, чтобы они узнали. Потому что в некоторых местах скажут, например, вот этого ковра если мы покупали за 75 долларов 6 лет назад, на следующий день стоит 200-300. Люди покупают за 200-300 просят от 2-х иногда до 7-8 тысяч долларов. А кто торгуется дает процентов в скидку, себя даю счастлив, но использует когда на пол, через пару месяцев нитка уходит, пилесосом будет чистить, нитка уходит, потому что узла нет. А в ручном ковре наоборот мы рекомендуем, чтобы люди побольше топтали и ходили. И ковер полируется, побольше блестит, переливает двух сторон. Классно, спасибо вам. Не оторвайте глаз. Из-за тонкости работы ковер просветить. 20 узоров на одном ковре. Сколько такое стоит? 7 тысяч? На таком размере это можем сказать то, что сами дорогой имеем 15 тысяч. Ковер Alibaba. Семь-семь? Да. Это двухсторонный ковер. Это посветлее. Сейчас перевернем. Будет потемнее. Два в одном. Три в одном. И вот четыре в одном. Это очень знаменитый узор, который занавес юрта, а этот который календар года. Такие прикровательные стоят всего лишь 90 долларов. А такого же размера техника называется сумак. Сумак это делается как хелим и полностью вышивается. Это более мелкая работа, а этот уже стоит 600 летя. Потому что больше времени вот. метр 16 на метр 46 780 долларов стоит. Не, ну я хочу шелковый. Шелк это шелк. шелк коврами разобрались, двигаемся на местный рынок. Си ёп бозор. Правильно так сказать. А, и вообще же мы заметили, что Узбекистан Тошкент, например, произносит... Тошкамень. Вот, Тошкамень. Это получается правильно, да? Это правильно. но на русском языке будет Ташкент, и также Узбекистан будет Озбекистан? Нет, Узбекистан Узбекистан. Ну, как бы, нету У и О. У. Вот так вот. Да, а сейчас мы уже приехали на базар. Как он правильно называется? Бозор. Бозор. Си Бозор. Темный базар. Темный базар. И это древний базар? Да, древний базар, он с 12 века, после как Чингисхан разгромил городище Афра-Сиап. Люди оттуда переехали на нынешнюю территорию Самарканда это место выбрали как центром. Здесь сделали базар и он просуществовал в принципе до сегодняшних дней, но в 14 веке при власти Симура он немножечко передвинулся на площадь Регистана. Ага, то есть какое-то время он был там и потом обратно вернулся сюда. Да, да. Здесь можно купить все, да? Абсолютно все от сувениров и заканчивая запуховиком. Вот, пожалуйста, разновидность халвы, Сникерс. Это все вареное молоко, оно, естественно, с сахаром и добавляют корень горного растения вот в эту белую. Это Сникерс с орешками? Да, так и называется Сникерс. У нас обычно вот такие косточки подают к пиву и удовольствие этих косточек в том, что нужно раскрыть чешую, добраться до косточки. В этом есть свой апель. Процесс, класс. Инжир. Пахнет как инжир. Это вкусно. Потом. Приходишь на базар в Самарканде и можно поужинать здесь, потому что тебя угощают всем, чем только можно. Все очень вкусно. Особенно мне понравился соленый миндаль и у них есть мут в глазури. Это что-то необычное есть только здесь. Приезжайте в Самарканд, вот находите продавца и передаете привет от Dream and Travel. Да? Обязательно от Вали и Сережи. Все наши гости к вам. Ну что, с базара мы уходим с покупками. Берем в подарок Таня тебе такую вот тарелочку. Красивая. Это, кстати, ручная работа. Тоже вот, как мы с вами уже сегодня смотрели. Ну, еще взяли черешни. Черешня сейчас обалденная, очень вкусная и недорогая. А вот такая тарелочка стоит 200 тысяч. Сум. Красивая, правда, это с гранатами. Берем. Если бы у нас было больше багажа доступного, я бы тоже взяла себе. Но, к сожалению, перевес. В эту поездку мы также узнали, как было налажено производство бумаги. Каждый отдельный лист проходил долгий процесс изготовления. и эта фабрика до сих пор работает и не использует электричество. Ну, а дальше мы приехали посмотреть одну из главных жемчужин архитектуры Самарканда мемориальный комплекс Шахи-Зинда. И вообще мы обратили внимание, что во всем узбекском языке ударение в основном ставится на последний слог. Шахи-Зинда в переводе на русский язык с персидского как живой царь. Это в честь имени сподвижника пророка Мухаммеда. В каких-то источниках упоминается о том, что это его вроде бы как дядя, но между ними очень большое расстояние. Мы говорим, что он сподвижник. Он распространял ислам, боролся с язычеством. И здесь же язычники казнили его. По легенде говорят о том, что когда казнили язычники эту сам Иван Аббаса явился сам пророк, который оживил его и пустил в колодец жизни, где он по сей день живет в райских кущах. Поэтому этот комплекс называют Шахи-Зинда, живой царь. Но вот мозаика очень кропотливая работа. Мелкая деталь, такая каждая, каждая мелкая деталь по отдельности. Представляете, по отдельности вырезали тоже на глине, красной глине, прокрашивали, пропекали, обжигали, потом закрепляли глазурью, опять обжигали. И вот каждую малейшую деталь собирали пазл. Вот весь вот этот. Посмотрите, сколько здесь этой мозаики очень дорогущей. Вот здесь часть колонны, кстати говоря, такой глубокий васильковый цвет, это есть оригинал. Миниатюра называется колесом жизни, также колесом сансары. В буддизме называют мандалой именно эту кругу формы. Если мы углубимся в философию, космическое пространство в черном цвете, наша планета от круглой формы, четыре сторона света, север, юг, запад и восток, а звезды это геометрические прямые линии. Жизнь на нашей планете передается в виде природной растительности внутри. Так можно понять, что это не какая любая другая какая-то планета, а именно наша планета Земля. Если вглядываться в секунд 5-10, можно круги, спирали увидеть. Это и есть путь человека, путь души. Да, Самарканд, конечно, удивительный, красивый и колоритный город. Многое здесь восстанавливали годами, с не меньшей кропотливостью, чем при его постройке. Я уже перевоплотилась в халат, который купила в Ташкенте, точнее, Абаю. Все потому, что мы идем в мечеть. Да, мы с вами направляемся в самую огромнейшую величественную мечеть конца 14-го века, которую называют Бибиханом. Это в честь жены Тимура. Про постройку этой мечети ходят легенды. И это также расскажет Вангит. Но у нас есть вопросы поинтереснее. Я знаю, что многие мужчины уезжают из Узбекистана на заработки в другие страны и учиться в том числе и в Европу, и в Америку, и в Россию в том числе. И они же уезжают на долгий срок, у них здесь остаются семьи, жены, дети. Как они живут? Мужчина работает за границей, он отправляет деньги сюда, жене, жена откладывает наверняка, чтобы детей замуж отдать, женить, а может быть бизнес какой-то открыть. Но бывает очень часто так, когда мужчина, такое слово подберем, заводит семью там за границей, и многие женщины об этом знают. И они могут оправдать своего мужа, сказать о том, что он же муж, у него физическая потребность, то есть они могут знать, некоторые женщины об этом, и все равно знают, что он приедет, вернется домой к своей жене. Бывает и такое, то есть я знаю, я сама лично знаю такие семьи, когда мужчина живет и 10 лет за границей, он естественно заводит себе вторую жену, неофициально, но вот читают не так, так скажем, там рождаются дети, и эта жена, первая, то есть его, который находится здесь, она может даже и не знать о том, что там происходит такое, а может быть и знает, просто как бы... Просто умалчивает. Даже по мусульманским каким-то традициям, условно, вторую семью заводит мужчина, не просто там... Нет, вообще в исламе дозволено, позволено иметь 4 жены, но на государственном уровне на сегодняшний день официально это запрещено, многоженство у нас запрещено, но мужчины все равно немножечко... Обходят закон, так скажем, а есть какое-то наказание? Да, конечно. Да, я же, да, да, вот я и рассказывала ранее о том, что государство борется с этим, борется, у нас есть за это ответственность, уголовная ответственность, даже, да, за это очень наказывают. Ну, хорошо, что хоть как-то с этим работают, потому что, например, вот в других мусульманских странах, в которых там мы были, ну, например, в Катаре, в Эмиратах, там можно иметь, например, несколько жен, но только в том случае, если ты можешь одинаково их обеспечить. Да. И то мужчины даже от этого отказываются, потому что они понимают, что они не способны обеспечить, и, как они там, они говорят, что чем больше жен, тем больше проблем, но это правда, тебе каждый нужно выполнить какие-то прихоти, тем более, сейчас там женщины все-таки такие уже разбалованные. Не то, что здесь, здесь все-таки местные женщины еще не разбалованы, ну, и тем более, как они могут быть разбалованы, если у них... Наши женщины почему? Наши женщины любят не айфоны, а золото. Да, больше золота все-таки вот это вот сохранилось тоже, так скажем, в генетике. У женщин просить золото на всякий случай, чтобы запасы было, потому что это всегда инвестиции золота. И, как правило, у наших женщин очень много драгоценностей. мужчины дарят, да? Да, конечно. Принято дарят. Да, я хочу сказать, что мужчины, даже если и может быть такое, что у него на стороне есть кто-то, но он свою жену не будет обделять. Не будет. В принципе, в целом, он будет следовать законам шариата, так скажем, да? Шариата. Шариата. Первую жену обеспечить, вторую жену обеспечить. Может быть не так, конечно, там, то и купил, скажем, там, не знаю, машину и жене, значит, машину. Нет, такого может не быть. Вот, но... По возможностям, да? ну, там, какой-нибудь золотой колечко купит, сережки что-то купит. Ну, вот, одних из... одно из случаев, которые я знаю, вот такая это реальная ситуация. Мужчина очень обеспеченный, у него свой завод, у него жена по каким-то причинам уже не может рожать. Женщине, ну, в принципе, недалеко за 30, ну, такой детородный возраст, но она не может связи с здоровьем, не может рожать. Вот у него есть трое детей от первой жены. он, естественно, не собирается останавливаться, ему нужно потомство, больше потомства, потому что финансы позволяют. Он своей жене говорит, дорогая, я должен жениться второй раз. Жена ему дает разрешение, она соглашается, потому что она больше не может дать ему потомство. И может быть такое, что даже жена может, как бы, помочь, да, да, ну, как бы посоветовать, хорошее, нехорошее. Они между собой будут потом дружить, жены, вот так и получилось у этого мужчину в жизни. Часто невестки живут, ну, они же живут в семье, в принципе, они приходят в семью, если вот мужчина уезжает куда-то на заработки, там, не знаю, на 2-3-4 года, то невестка живет с родителями, да, не со своими причем, а с родителями мужа. Потому что так заведено, такие традиции, что когда парень женится, особенно если это младший, самый младший сын в семье, то он приводит невестку домой. Поэтому, вот как я и ранее говорила о том, что невесты младших, мужей своих, сыновей, они просто должны понравиться родителям, потому что это невозможно, если тебя кровь возненавидит, и ты знаешь, что нужно будет жить в одном доме, это несовместимо. поэтому многие женщины, конечно же, умалкивают, это промалки, на что-то закрывают глаза, ну как бы, ну и в принципе воспитание заведено так, что мы не перечим старшему поколению нашему, бабушкам, мамам, не перечим, не огрызаемся, тем более, там какое-то грубое слово сказать, нет, нет, вы что? Часто тоже встречается такая ситуация, когда мужчины избегают элементов, прячутся в подвале, прячутся в подвале от элементов, представляете? Да, бывает такое, такие злостные плательщики, так мы их называем, они не хотят помогать детям, отказываются выплачивать элементы, алименты небольшие на самом деле, там в зависимости от зарплаты, да, ну как правило, алименты небольшие у нас, в общем, и мужчины отказываются и дело доходит до того, что там происходит, судебный процесс, кстати, за невыплату алиментов тоже сажают в тюрьму у нас, ну правильно, вообще у нас права сейчас, права женщин и детей, это вот прям развивается со скоростью света, у нас действительно, я вот, как вот и ранее говорила о том, что я очень рада управлением нашего президента, действительно, мы видим работу, которую он исполняет, которую исполняет его дочка, Саида Мерзияева, она выступает за женские права и добилась она все-таки того, что в закон внедрили и даже ужесточили закон о домашней тирании, насилии, да, конечно, женщина в любой момент может позвонить, если она столкнулась с домашней тиранией, она может позвонить по горячей линии, пожаловаться о том, что с ней вот плохо поступает дома, и тогда, естественно, там, насколько я знаю, первый раз предупреждения и какие-то часы исправительной работы, потом за это могут еще и посадить. Мы пришли пробовать самсу, самаркандскую самсу по рекомендации гида Кати и ребят из Ташкента, то есть они порекомендовали нам одно место, ребята между собой незнакомы. И будем пробовать каканскую самсу, называется она так, потому что находится на одноименной улице и отличается она от обычной самсы тем, что здесь слоеное тесто. Слушайте, как хрустит, хрустит, как круассан, но мы не во Франции, но в Узбекистане. Ммм, горячая она, капец. Смотрите, как она выглядит внутри, очень сочная, там, конечно, много лука, поэтому пробую я, а не Сергей, мяско, ну и само слоеное тесто. Правда, очень вкусно, отличается от обычной самсы, которую мы уже пробовали в Узбекистане. Ну, а я попробую рулетики. Это такой вид шашлыка, сделано мясо, говядина, в виде таких рулетов, нанизано на шпажку. Насколько я понимаю, рулетик сделан из говядины в перемешку с курдюком, вот, чтобы был шашлык просто сочнее. Я не очень люблю жареное сало, но тем более курдюк, хотя курдюк считается нежнее, но соленоватый шашлык получается из-за вот курдюка. Ну, в принципе, это сочно, вкусно, и морковка по-корейски сверху. Люди в Узбекистане действительно гостеприимные. Местные парни с удовольствием научили меня доставать самсу из тандыра. В общем, люди здесь простые и открытые. Кстати, такси здесь еще дешевле, чем в Ташкенте. Хотя, казалось бы, куда уж дешевле. Микроавтобусы Дамас по-прежнему разрешены, а свежие лепешки продают прямо вдоль дороги. Поездку в Самарканд и в Бухару, куда мы поедем еще, нам организовала компания Like Me Trip. Мы с ними уже успели съездить в прошлом году в Кению, в Казахстан и вообще они занимаются организацией авторских туров по всему миру. У них даже есть в Мексику туры, в Африку туры. И если вы соберетесь в Узбекистан либо в какую-то другую страну и не захотите все организовывать сами, то знаете, куда вы можете обратиться? В Like Me Trip. У них очень классный сервис, потрясающие гиды. Ссылка будет в описании. Мы вернулись на площадь Регистан уже вечером ближе к закату, потому что гораздо легче вообще гулять в такую жару именно с утра и вечером. Вход на эту площадь стоит, кстати, 65 тысяч сумм на человека, но когда мы ходили с гидом, у нас это все было включено в стоимость тура, а сегодня вечером мы решили заодно еще и прогуляться самостоятельно и посмотреть все более детально. В Лаксдали кажется как будто ну небольшое такое здание, но если сравнивать с человеком, то как бы масштаб сразу виден. Просто огромный. Конечно, в Узбекистане не везде можно снимать, про полеты на дроне вообще можно забыть, но радует хотя бы, что практически во все места можно зайти вовнутрь. Все открыто, везде вот эти магазинчики. Днем здесь ходить в 40-градусную жару вообще невозможно. То есть вот этот весь кирпич, весь вот этот кварц, он накаляется и прям жарко. Поэтому приходится бегать от тени к тени, от кофейни в кофейню. И здесь вот во внутреннем дворике здесь есть скамейки, можно посидеть, поразглядывать фасады, потому что они очень красивые. Конечно, часть из них уже отреставрированы, но все равно много деталей, можно увидеть, которые сохранились еще с тех времен. В 9 часов вечера будет световое шоу здесь. Вот видите, ребята уже готовятся, чистят светотехнику всю, замывают, чтобы было красиво. И вот эти все здания и все вокруг будут подсвечены. В нашем ролике про Ташкент мы говорили о том, что если у вас есть время, то, конечно, Ташкент стоит посетить. Но вот сейчас, побывав в Самарканде, я понимаю, что если времени, например, нету, а у вас там всего лишь 3-4 дня, например, на посещение Узбекистана, то лучше, конечно, Ташкент пропустить и ехать сразу в Самарканд и Бухару. Потому что здесь, конечно, масштабы, здесь гораздо интереснее в плане истории, здесь разнообразнее архитектура, здесь больше достопримечательностей, что можно посмотреть. Ну и опять же, кухня узбекистанская, она в каждом регионе разная, даже того же плова больше 200 видов, поэтому, если вы не попробуете какой-нибудь ташкентский плов, ничего страшного, у вас будет еще 199 вариантов. А если время есть, то едем и в Хиву, и в Ташкент, и в Самарканд, и в Бухару. Конечно, самое лучшее время для посещения Узбекистана это весна, это март, апрель, май. Но в этом году, кстати, в это время шли дожди, поэтому тут тоже не угадаешь особо. Мы вот приехали в середине июня, и, конечно, уже очень жарко, то есть обычно самое пекло начинается с 20-х чисел июня, когда вообще на улицах пусто, туристов нет, и местные тоже не выходят никуда. Но в этом году говорят, что жара началась раньше, и то есть вот сейчас уже как будто бы самая жара 40 градусов в некоторых регионах, представляете? Но из-за того, что здесь сухо, это не ощущается как 40, то есть мы привыкли, например, к 35 в Таиланде, вот это очень жарко, ты реально не можешь выйти вообще на улицу. Здесь же ты гуляешь в принципе даже в 2-3 часа дня, тебе как бы жарко, но ты не умираешь от жары, и ты не потеешь за счет сухого климата. Я только что увидел, кто-то летит на дроне там и жужжит, представляете? Сейчас кого-то посадят в тюрьму. Кстати, по поводу дронов нужно быть реально крайне осторожным, потому что запрет есть, но вот девушка, одна блогер, не послушалась, привезла сюда по сухопутной границе дрон, ее здесь с дроном поймали, арестовали, и я не помню, дали ей срок или нет, но это прям гремело во всех новостях, поэтому дрон, конечно, лучше оставить дома. Не лучше, а обязательно это сделайте. Ну, хотя, либо это кинопроизводство, возможно, да, вот, либо кто-то, ну, совсем уж крэйзи. Возможно, кто-то крэйзи, но не мы. Я уже устал вот так вот камеру вверх держать, потому что вот эти вот узоры, все красивое, все сделано с душой, ручная работа, и вот хочется все снять, но уже я понимаю, что от таких даже красивых кадров можно устать. Материалы мы сняли действительно много, поэтому город Бухару вы увидите в следующем видео. Как раз будет повод подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а забегая вперед, скажу, что после заката всех жителей и гостей Самарканда ждет световое шоу на главной площади города. Красота нереальная, завораживает. Стоишь и кайфуешь от разнообразия красок, да еще и такая особенная архитектура. Закат, красота, все рядышком. В таком прекрасном месте в ресторанчике Эмерханд. Мы заканчиваем свой выпуск с Самарканда с классным видом на площадь Регистан. И с другой стороны у нас закат. Мы даже в честь этого решили выпить алкоголь. У меня, кстати, местное узбекское вино. Вы вообще знали, что в Узбекистане тоже делают вино? Но об этом нужно отдельное видео снимать, поэтому сегодня только попробую. Кисленько, ну, вполне себе неплохо. Сухое, белое вино. Точно не помню, как оно называется, но неплохо. А у Сергея разливное пиво. Чирс! Ну и, конечно же, плов самаркандский салат. Мы уже привыкли к этим огромным, гигантским, я бы сказала, порциям. И я решила попробовать, не помню, как по-узбекски называется, но это что-то типа пельменей. Они подаются с бульоном и даже со сметаной. Пока Валентина пробует, ваше здоровье. В конце жаркого дня это то, что нужно. Тонкое тесто, кстати, классное. Пельмени с говядиной. Только как будто бы тесто эль денте. Все, ребят, увидимся в Бухаре. Может, там тоже плов есть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»